Зарядка, которая сама себя контролирует. Для гиков и любопытных. Сегодня разберемся с новым зарядным устройством Flavem EHKL USB32 мощным и функциональным. Характ юристики, три USB порта, на входе, AC10524504A, на выходе, 553A. При этом, для одного порта ограничение 2.4A. Размеры, 88 мм, звездочка 52 мм, звездочка 23 мм. Масса, 62 года устройство поставляется в фирменном пакете. Плюс к тому, во избежание царапин и отпечатков пальцев обмотано транспортировочной пленочкой. Конечно, прежде всего, внимание привлекает LED-дисплей. Он двойного предназначения, показывает и напряжение и ток. Что именно в данный момент высвечивается, можно узнать по светодиодам. Левый, зеленый светодиод напряжения. Правый, синий, ток. После включения устройства в розетку индикатор на несколько секунд показывает выходное напряжение и выключается. Лишь светодиод сигнализирует о том, что зарядка готова к работе. Это разумное решение, устройство можно и не вытаскивать из розетки, оно не будет светить во мраке ночи, как новогодняя елка. Посмотрим потребляемый ток в таком режиме. 0,22 ма, что соответствует потребляемой мощности 0,05 ВТ. Прибор не жужжит и не греется, так что его можно оставлять в розетке после окончания зарядки. Перейдем к тестированию под нагрузкой. Кстати, при подключении нагрузки индикатор первые несколько секунд показывает попеременно то напряжение, то ток, а после показывает только ток. При подключении нагрузки к нескольким портам индикатор показывает суммарный ток по всем портам. Итак, подключаем несколько резисторов. Ток 1,11, потребляемый ток 15, 84 ма, довольно значительные флуктуации и намекают нам на то, что для более точного измерения нужен амперметр струрмс. Повышаем нагрузку на устройство. Выходной ток более 3 ампер, что превышает заявленный максимум не только на порт, но и на все устройство. Зарядка в защиту не ушла, справляется достойно. Входной ток 73,5 ма, что означает потребляемую мощность 16,17 вт. При выходном токе 3,1 а мощность 15,5 вт, а КПД порядка 0,96. Неплохо, прям даже подозрительно неплохо. Проверяем точность измерения постоянного тока встроенным амперметром. Показания практически совпадают с референсным тестером, плюс-минус 1% практически во всем диапазоне токов. Превосходный результат. Напряжение выдерживается в пределах 5,1 плюс-минус 0,1 вне зависимости от нагрузки. Его уровень тоже практически совпадает с измеренным тестером значением. Настало время проверить пульсации напряжения. Берем осциллограф. В режиме запредельных нагрузок они наиболее заметны, но даже и в этом случае их амплитуда не превышает 50 метров, что очень недурно. Частота порядка 50 кгц, плюс ей промодулировано колебание меньшей амплитуды на частоте приблизительно в 400 гц. Как бы то ни было, такие помехи не могут оказать сколь-нибудь заметного влияния на заряжаемое устройство. При токах нагрузки около 1, а частота пульсации становится 2, 5 кгц низкочастотные гармоники исчезают вовсе, а амплитуда сокращается до совсем уж микроскопических значений, сравнимых с порогом определения. Последнее испытание, стресс-тест с запредельной нагрузкой более 3 ампер. 20 минут, корпус устройства теплый, но не горячий. Максимальная температура 53 градуса, тенденции к росту нет. Итого, устройство честное, заявленные характеристики по току отрабатывает на 110%. Индикатор напряжения малофункционален ввиду высокой стабильности выдаваемого напряжения. Хорошо, что это учли разработчики и значение напряжения высвечиваются лишь первые секунды зарядки. Прибор идеально подойдет для дома, для быстрой и безопасной параллельной зарядки трех устройств с емкими аккумуляторами. Товар предоставлен для написания обзора магазинам. Обзор опубликован в соответствии с П-18 правил сайта. Пожалуйста, не забудьте поставить лайк и написать комментарий. Продолжение следует...